Вышиваем пчелку. Начинаем вышивать с крыльев. Контур частично вышиваем швом в раскол. Крылья вышиваются простой гладью, двусторонней. То есть, у вас на изнанке будет точно такая же вышивка, как и на лице. Вышиваются они, если вы уже вышивали, так же, как и лепестки цветов. Аналогично. Здесь ничего другого нет абсолютно. То есть, вот длинный стежок делаем. Сейчас мы сделаем укороченный. Видите, я буквально на миллиметр короче его делаю и где-то вкалываюсь под предыдущий стежок. Для чего это делается? Для того, чтобы у вас не было большого скопления стежков у основания крыла. Переходим на правую сторону крыла. Опять укороченный стежок. И теперь полностью длинный стежок шьем. И еще один стежок. И это крыло будет закончено. И аналогично вышивается и второе крылышко. То есть, опять контур. Здесь достаточно два прямых стежка для контура. Потому что здесь немного совсем вышивки. Вот. А теперь, буквально за ниточку отступив, начинаем прокладывать стежки второго крыла. Здесь будут немножко покороче стежки. Это первый слой вышивки. Затем будет редактирующий слой. Приходим на вторую сторону. И так далее. А теперь мы выполняем прожилки на крыльях пчелки. Это уже редактирующая вышивка. Выполняется поверх основного слоя. И она выполняется мулине в одну нитку. Буквально три прямых стежка делаем. И на втором крылышке прошиваем эти же стежки прямые в одну нитку. Ну, а теперь проложим еще по одному стежку вдоль каждого крыла мулине темно-серого цвета для того, чтобы акцентировать выразительность пчелки. И еще один стежочек. Крылья мы закончили. Теперь приступаем к вышиванию головы пчелки. Здесь можно вышивать просто прямыми стежками. швом назад иголку, допустим. Или таким образом, как я вам показываю. Смотрите. Просто прокладываем эти стежки. Контур головы пчелки. И теперь мы начинаем вышивать голову. Простой, двусторонний гладием. Контур остается внутри. Укладываем близко стежки друг за дружкой. Закрываем поверхность. Ну, я напоминаю вам, что я шью иглой номер 9. В данном случае мулине гамма. В две нитки. Основной фон, основной первый слой, он вышивается в две нитки. В одну нитку вышиваем только редактирующие стежки. Голова закончена. И сразу же мы можем с вами вышить лапки прямыми стежками и усики. еще одна лапка. Теперь приступим к вышиванию туловища пчелки. Ну, вышивается в два цвета. Это мулина желтого цвета и черного. Ну, черно-серый здесь такой, здесь не черный цвет, а такой мокрого асфальта. Ну, вышиваем это анималистической гладью. Здесь не нужен отшив контура. Прокладываем прямые стежки первого ряда. Теперь поменяем нитку и начнем вышивать опять следующий ряд уже мулине темно-серого цвета. Я раскалываю стежки предыдущего ряда. Когда начинаю вышивать, видите, вот я прокалываю. Здесь не шьются стежки параллельно друг к дружке. Здесь у вас совсем другая задача. Нам надо передать лохматость, этой пчелки. И поэтому стежки немножко идут в разные стороны. Ну, вот если вы обратили внимание, видите, как я убрала нитку предыдущего ряда желтого, я не стала ее обрезать, а просто вывела ее в другом месте, там, где нет вышивки, так называемый метод парковки, запарковала эту нитку. И вот теперь, когда я закончила этот ряд вышивать темной ниткой, я перейду на эту нитку. Я просто возьму ее, вдену в иголку и начну дальше вышивать. Теперь вышиваем следующий ряд. Видите, нитку я опять вывела, она мне еще понадобится. и продолжаем вышивать следующий ряд опять желтым цветом. Количество стежков уменьшается. еще один стежок сделаем и закончим. Ну, пожалуй, вот здесь еще можно немножко один стежочек подшить. Вот. И все. А теперь я разделила нитку темно-серого цвета. Я вышивала в две нитки, а теперь я шью в одну. И мне нужно немножечко оттенить вот здесь брюшко и хвостик в челке несколькими небольшими стежочками, маленькими, очень короткими. Точно таким образом мы сделаем тень. Ну, вот и все.